Седнев Поселок городского типа Седнев расположен на притоге Десны, речке Снов. Близкое расположение к большим городам, немногим более 100 километров от Киева и всего 25 километров от Чернигова, сделали Седнев популярным для зеленого туризма. Это какое-то особенное, чарующее место, которое притягивает к себе. Время здесь как будто остановилось и позволяет отключиться от городской суеты. Но кроме роскошной украинской природы, в Седневе есть много достопримечательностей. В центре городка на возвышенном месте стоит церковь во имя Воскресения Господня, построенная в 1690-96 годах. Это один из старейших каменных храмов Левобережной Украины в стиле казацкого барокко. Он построен на средство местного землевладельца Якова Лизагуба. Храм служил семейной усыпальницей. До XIX века хоронили в крипте, пока ее не законсервировали, и в дальнейшем захоронения осуществлялись возле церкви. Внешние украшения стен достаточно оконечные. Белые архитектурные детали на белых поверхностях придают храму торжественный вид. В интерьере поражает высота, обилие света и большой объем центральной части. В первой половине XIX века храм был расписан. По некоторым данным, в росписи храма принимал участие Андрей Иванович Лизагуб. В 1924 году крипта была вскрыта. В ней обнаружили 44 мумифицированных тела. Вещи из захоронения попали в музеи, а судьба останков неизвестна. Во время реставрационных работ крипту расчистили и установили в ней символический кинокарт. Из ограды храма Вознесения Господня виден еще один уникальный храм. Это церковь Святого Георгия. Один из лучших образцов украинского деревянного зодчества. Ее возвели на месте древнего городища на средство местного жителя в 40-х годах XVIII века. На фундаменте древней церкви еще до монгольского периода. Перед военными походами в церкви освещали свое оружие казаки Сидневской сотни Черниговского полка. Георгиевская церковь имеет индивидуальные особенности, которые делают ее оригинальным, уникальным произведением украинской архитектуры. Средний объем этого трехчастного храма, восьмиугольный в плане, имеет стены со значительным наклоном к середине. Завершает его единственный центральный купол с двумя заломами. Высота храма почти втрое превышает его ширину. В 60-х годах прошлого века Георгиевская церковь стала знаменитой на весь бывший Советский Союз. В ней снимались основные сцены самого впечатляющего фильма ужаса «Вей». Сиднев можно сравнивать с Большим парком. Настолько красивы его пейзажи. Сиднев можно сравнивать с Большим парком. На окраине Сиднева в 1860 году была построена Куспенская церковь с шетровой колокольней в стиле так называемой епархиальной архитектуры. Это самый молодой храм Сиднева, но в отличие от других он не закрывался для богослужения и до недавнего времени был единственным действующим храмом в этих краях. В Сидневе была главная усадьба землевладельцев и прославленного украинского казацкого рода Лизагуба. На протяжении долгого времени члены этой семьи играли значительную роль в культуре Украины. Самым известным сооружением в усадьбе была каменица Лизагуба. Дом построен на высоком берегу речки Снов в 1690 году. Это самый старинный жилой каменный дом на Наднепрянщине. В плане это традиционная украинская хата на две половины. Как дань моде, в 40-х годах XIX века над Синями надстроили декоративную, вроде бы оборонную башню с зубцами и с твенчатыми окнами-бойницами. На территории усадьбы Лизагубы разбили большой парк. В середине XIX века посреди парка построен одноэтажный, п-образный в плане новый большой дом Лизагуба в стиле позднего классицизма. В усадьбе братьев Лизагуб месяцами гостили и работали выдающиеся деятели украинской культуры Глебов, Гринченко, Сластен, Афанасьев, Чужбинский. В 1846-17 годах гостем Лизагубы был Тарас Шевченко. Тогда он и написал портреты братьев Лизагуб и многочисленные пейзажи. Сейчас перед домом установлен бюстка царя, а от лип, под который любил отдыхать Шевченко, сохранилась только боковая ветвь и поросль от корня. В парке установлен памятник с надписью «Сынам Украины Андрею и Илье Лизагубам» и памятник Леониду Глибову. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова В парке на высоком берегу над речкой Снов стоит альтанка в виде классической ротонды. Рассказывает, что в ней любил отдыхать Леонид Глибов. Здесь он написал свое знаменитое стихотворение, в котором отразил необычайную красоту родных мест, дарящих, как в раю, тепло и умиротворение для души. Эти стихи, положенные на музыку, стали народной песней. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Романтические седневские пейзажи вдохновляют и современных художников. В 1964 году здесь открыли Дом творчества под эгидой Союза художников Украины. В Седневе проводятся седневские пленеры и фестиваль «Седневская осень». По традиции, после работы на пленере художники оставляют одну из своих работ на память. Благодаря этой традиции парк украсили многочисленные скульптуры и памятники. Некоторые из них – казацкая песня, материнство, памятник Яблонской и памятник Фёдору Лизагову. Современная достопримечательность Седнева – школа, построенная в 2013 году. Она впечатляет своими размерами для небольшого городка и необыкновенно помпезным дворцовым фасадом. А перед ней – 500-летний дуб-патриарх. Наверное, ни один другой уголок Украины не сможет похвастаться таким количеством пейзажей, перенесенных на хвост. Если видео понравилось, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на канал. Субтитры создавал DimaTorzok